Добрый день! Кто зашел ко мне на канал, зовут меня Валентина. Я сегодня вот в гостях своей двоюродной сестры и хочу вам показать выполненных работ 1937 года. Это 82 года прошло с тех пор, как вот эти работы были выполнены на ткацких станках, которые называются кросной. Мама ее выходила замуж и в то время делали приданное для невесты. Я сейчас ближе покажу. Вот это до послевоенные годы, до военные даже можно сказать, правда? Вот такая ручная работа. Смотрите, и наизнанке. Это бесподобная работа, чисто. Это вот надо уметь таким вот умельцем быть, чтобы вот такую работу выполнять. Смотрите, какие кружева. Это просто я не знаю, как это можно назвать такую работу. Поближе покажу. И рисунки. Они же создавали откуда-то рисунки. Не было же такого сейчас, какие на интернете. Заходи любые. Выдумывали, придумывали этих. Ну и здесь уже немножко есть мулине. Вот она. Да, и работа была черно-белой, серыми вот такими нитками. Да. Черный, да. Ну это уже там они немножко делали. Работа бесподобная. Это шикарная работа. Вот это идет уже 54 год. Смотрите, кружева какие. И вот он, 54 год. Вышивали. Это портрет. Вот работа с изнанки. Это о чем говоришь, что люди были труженьки и умели все, умели делать. И на хозяйстве, и дома. Прилампы. Прилампы при лучинах. Даже при лучинах. Ну вот они красавицы какие. Вот они. И стелили их на кровати. Да? Замуж. Вот такая красота. Приданная твоей матери. 37-й год. Вот представьте сколько. Ну о, приданная какая. Ну правильно, буква А Анастасия. Да, да, да. И главное, что умели, вон как. Вот так вот вешали раньше однообраза. Здесь вот. Вот такие полотенца. Но работа, ручная работа. И раньше именно делали из ниток. Вот это красная и серая и черная. И факт тот, что какие кружева красивые. И вот столько им лет. Это вот если посчитать, сколько им лет. Моя мать. Это замуж. В 37-м шла к свадьбе. Ну вот, 37-й год. И Илана сохранилась. Ей полотно твердое. Вот оно, да? Да. Это еще баба наша с тобой делала полотно. И мать пряли. Ну вот видишь, какая красота. Феодосия и Дед Трофим. Вот. Ты молодец. Ты молодец, что сохранила. А куда же? Это же материна память. Это не то слово. И ты видишь, бережешь. Молодец. Я еще в Москву. Вот такой вот красивый обзор. И люди хранят. Доча хранит. Это как реликвию. Да. Катя, растяни. Посмотрим, сколько... Сколько метров здесь вот полотенца вот это? Метра четыре, наверное. Метра четыре? Два. 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 Три. Три метра. Катя, у тебя метры слишком большие. Нет, я тебе правильно меряю, Валя. Ну, три с половиной. Помимо полотенец делали еще вот такие скатерти. Скатерти делали с кружевами. Вот оно вот, видите, прямо здесь вшито. Вот и все вручную делалось. Кружева красивая. И вот на самой ткани, на этой оно рубовато, такая рисунки. Квадратики здесь вот такие помельче. Такие квадратики. Рисунок. Сера с красным, потому что нитки были только красные, черные, серые. Черные они, наверное, выбеливали. Здесь посредине кружавчики. Кружева бесподобные. Умели они кружавчики вязать прямо вот посрединке. Это красота. Вот такую красоту в голодное, в холодное время могли наши бабушки, мамы делать. При улучине не было же ни света. При улучине не было даже никаких керосинок. При улучине вот могли они такое вот творить и делать. Это просто хвала, им честь. А нам нужно хранить эту память родительскую. И наших бабушек обязательно. Это 82 года прошло вот время такое. Еще вот могли сохранить такие вещи бесподобные. А вот то, что мы находимся на канале. Только в другом. Продолжение следует.